В горизонтальное электрическое поле внесли подвешенный на нити шарик массой 2 грамм, имеющий заряд 1 десятая микрокулон. Какова напряженность поля, если нить образуется вертикалью, угол 45 градусов? Для начала запишем данное. Масса тела равна 2 грамма. Переведем в Си. Это 2 на 10 минус 3 килограмм. Заряд Q равен 1 десятая микрокулон. Переведем в Си. Это 10 минус 7 кулон. Угол отклонения от вертикали 45 градусов. Ускорение свободного падения 10 метр на секунду в квадрате. Найти напряженность? Ей неизвестно. Напишем формулу силы. Сила F равняется произведению заряда Q на напряженность электрического поля. Эту формулу нужно знать. Сделаем схематический рисунок. Также спроекциируем силу натяжения на оси OX и OY. Рассмотрим действия сил по осям. По оси OX на тело действует сила F минус проекция силы натяжения TX. Все это равняется 0. По оси OY на тело действует проекция силы натяжения TY минус сила тяжести Mg. И все это равняется 0. Рассмотрим силу F. Сила F будет равняться произведению заряда Q на напряженность электрического поля. Рассмотрим треугольник ABC. И напишем синус угла альфа. Синус угла альфа равен отношению противолежащего катета, это TX, на гипотенузу, на T. Выразим отсюда TX. TX будет равняться T на синус альфа. Рассмотрим треугольник ACD. И напишем косинус угла альфа. Косинус угла альфа равен отношению прилежащего катета, это TY, на гипотенузу T. Тогда TY равняется T косинус альфа. Соберем все воедино, подставим все наши выражения в ось OX и в ось OY. Тогда у нас получается по оси OX вместо силы F мы пишем QE минус проекция сил натяжения по оси X. Это T синус альфа. И все это равняется 0. По оси Y у нас получается следующее. Вместо TY мы пишем T косинус альфа и минус MG. И все это равняется 0. Выразим в обоих случаях T синус альфа и T косинус альфа. Тогда T синус альфа равен QE, T косинус альфа равен MG. Выразим отсюда силу натяжения. Тогда в первом случае T равняется QE, знаменатель синус альфа. Из оси Y у нас получается, что силы натяжения T равняется MG на косинус альфа. Приравняем по T. Тогда у нас получается QE, знаменатель синус альфа, равняется MG, знаменатель косинус альфа. Выразим отсюда напряженность. Тогда E будет равняться MG синус альфа, знаменатель Q косинус альфа. Отношение синус альфа на косинус альфа это тангенс. Тогда у нас получается MG тангенс альфа, знаменатель заряд Q. Отставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда напряженность будет равняться. Посчитав, получаем 2 на 10 в пятый ньютон на кулон. Переведем в килоньютон на кулон. Тогда это получается 200 килоньютон на кулон. Запишем ответ. Напряженность E равняется 200 килоньютон на кулон. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует... Продолжение следует...